Инженер из Калифорнии разработал беспроводную розетку PowerMall, которая через домашние источники питания может заряжать уличные приборы. Устройство работает по принципу индуктивной связи, используемой в беспроводных системах зарядки смартфонов, и состоит из двух шайб. Одна из них подключается к источнику питания, вторая – к электронике, которой необходима подпитка. Затем обе крепятся к стеклу с обеих сторон. Девайс может передавать до 10 Вт. Другими словами, это тот же удлинитель, но для работы ему не нужны какие-либо отверстия. Система может передавать сигнал через стекло толщиной до 30 мм, дерево и другие неметаллические материалы. При этом PowerMall можно использовать только с устройствами, которые имеют порт USB. Кроме того, хоть это розетка в теории и может передавать до 10 Вт. Сейчас она способна отправлять лишь 5, так что использовать ее для питания электродрели пока не получится. Xiaomi представила свою новейшую модель телевизора TV-S85 Mini-Let. Устройство понравится как киноманам, так и геймерам. Как понятно из названия, это 85-дюймовая панель, построенная по технологии Mini-Let. Она поддерживает разрешение 4К и частоту обновления 144 Гц. Пиковая яркость – невероятные 1200 нит. Телевизор оснащен фирменной технологией, которая использует специальные алгоритмы для оптимизации цветов, контрастности и четкости. В компании утверждают, что она обеспечивает реалистичную и захватывающую картинку. Девайс может похвастаться контрастностью на уровне 12 миллионов к одному и функцией подавления мерцания, которая минимизирует нагрузку на глаза во время длительного просмотра. Realme выпустила бюджетный смартфон Realme 12X 5G. Он может похвастаться быстрой зарядкой, настраиваемой кнопкой питания, аналогом Dynamic Island и многим другим. Одной из фишек гаджета стала поддержка жестового управления с помощью ладони. Взмахом руки можно, например, ответить на звонок, переключить трек или отключить будильник. Его также оснастили мини-капсул 2.0, аналогом Dynamic Island в iPhone. Островок может показывать уведомления, оставшиеся заряд батареи и т.д. На этом особенности не заканчиваются. В смартфоне есть режим езды, который при активации увеличивает все кнопки на экране и запускает на главном экране полезные виджеты, навигатор, плеер и быстрый вызов контактов. Это решение придумано для водителей и велосипедистов. Также можно отметить стереодинамику, защиту от влаги и пыли по стандарту IP54 и настраиваемую кнопку питания, которая позволяет быстро запускать фонарик, камеру, виброрежим или режим не беспокоить. Компания OpenAI сообщила о готовности к внедрению нового инструмента с искусственным интеллектом VoiceEngine. С его помощью можно клонировать голоса людей на основе аудиозаписи их речи длительностью всего 15 секунд. При этом сгенерированные голоса звучат не только естественно, но и эмоционально и реалистично. В компании заявили, что считают технологию полезной. Она может быть отличным решением для помощи при чтении и переводах. Кроме того, VoiceEngine выглядит панацеей для всех, кто страдает дегенеративными расстройствами речи. В качестве примера разработчики рассказывают о том, как инструмент уже помог одному из таких пациентов успешно реализовать школьный проект. Но технология также вызывает и значительные опасения. Компания указывает на высокие риски, с которыми сопряжено ее широкое внедрение. Корректор А.Кулакова